Коротко представлюсь для тех, кто меня еще не знает. Зовут меня Подарян Ватан Андроникович, я сотрудник Института системного программирования. Ну, еще приходится заниматься интересными задачами в рамках ТК-362, но здесь я в первую очередь как сотрудник Института. Анонсировали, что на нашем круглом столе будет еще представитель регулятора, но, к сожалению, Дмитрий Николаевич в силу высокой, я бы сказал, даже высочайшей занятости сегодня приехать не смог. Ну, это не значит, что все, что здесь происходит, до регулятора не дойдет. Не нужно как бы считать, что вот если здесь не сидит регулятор, они не держат руку на пульсе. То есть Россия не просто держит руку на пульсе, но когда нужно дает лекарство пациенту, а когда надо, может и отрезать. Ну, продолжим. Значит, остальные коллеги, которые здесь присутствуют, это Юдин Сергей Владимирович, представляющий открытую мобильную платформу. Нападовская Карина Олеговна, рад представить разработчика нашего ГОСТа, который, собственно, и будет центром сегодняшнего нашего диалога. Муравьев, Сергей Константинович, Криптософт, Новоселов Михаил Евгеньевич, НТЦ, РОСА. Так, есть? О, извините, просто вас я не увидел. Медведев Денис Леонидович, базальт СПО на Маньчжовой Елены Сердевны, группа Астра. Вон там, как это, краешку Анны Владимировны, Институт Жуковского. Так, и Панченко, по-моему, да, вот рядом сидите. Ну, вы представляете не только Postgres Pro, но и АРПП, насколько я знаю. Да, как бы вошли в совет, как это правильно сказать-то, в управление. Отлично. Так, коллеги, ну что, вроде всех представили. Так. Или я кого-то упустил? Так, главное, говорить микрофон, не забывайте. А то это все пропадает из истории, трансляции, вообще всего. Если надо, то я буду передавать. Или все-таки упустил? Вот Шапошников Олег Сергеевич проговорил, нет? Ну, теперь проговорил, все. Разобрались. По-моему, да. Ну, коллектив более чем представительный. И, собственно, что мы сейчас с вами будем обсуждать. По-моему, главное событие этого года, если совместить, как бы, ну, вопросы, связанные с операционными системами, вопросами с сертификацией, всего того, что сюда попадает. Ну, собственно, это обновленный стандарт 56.939, за который несколько дней назад у нас завершилось, успешно завершилось голосование. То есть можно сказать, что стандарт обновился и в ближайшие месяцы, ну, уж точно до Нового года он будет введен в действие. Ну, и то, что идет следом за этим стандартом, это вопросы о сертификации процессов разработки безопасного программного обеспечения. Поскольку вот представители разработчиков операционных систем, ну, и не только, так или иначе, тоже относятся к СЗИ, я думаю, вопрос для всех интересен. Для начала, для такого вот вводного слова, я бы хотел предоставить возможность Карине Олеговне кратко рассказать. Так что там, коллеги, пожалуйста. Екатерина Михайловна, вы спросите что-то? Я прошу предоставить мне доклад, поскольку я по ядру операционной системы делала доклад три раза на конференции, но меня сюда не включили. И вот есть материалы, которые подтверждают мое выступление по операционным системам. Вот эти материалы. Вот они есть. И они опечатаны в ваш институте. Екатерина Михайловна, ну, определенно, я не могу тут ничем помочь, потому что у нас сейчас вопросы связаны, скорее, с сертификацией. В первую очередь с тем, что, значит, делает регулятор наш, отечественный. Собственно, вот сидят представители лицензиатов в СТЭКа, и программа у нас действительно зафиксирована уже определенным образом. Так, ну, видимо, сейчас придется небольшую рекламную паузу занимать, в надежде, что у нас в ближайшее время запустятся слайды. Доброе утро, коллеги! Меня зовут Карина Нападовская, я руководитель Центра сертификации соответствия стандартам в лаборатории Касперского. И сегодня я хочу рассказать вам немножко кратенькую такую историю о создании новой редакции ГОСТ-56-939, о том, как мы шли к этому. Вкратце о своем подразделении. Центр сертификации имеет два основных направления в лаборатории Касперского. Это сертификация продуктов по требованиям безопасности регуляторов, как в России, так и в других странах, так мы являемся международной компанией. И в ходе нашей глубокой работы в этом направлении у нас появилось достаточно много глубокой экспертизы в части нормативки, стандартизации. Мы пишем много разных документов, и из этого вытекло направление стандартизации в Центре. В рамках которой мы являемся постоянным членом ТК-362, мы участвуем в разработке проектов, стандартов, как по разработке безопасного программного обеспечения, как по конструктивной безопасности и так далее. И участвуем в различных рабочих группах в ТК, не только ТК-362 и других технических комитетах, а в различных рабочих группах регуляторов и в сообществе экспертов. Пару слов о предпосылках к созданию. Не то, что даже созданию, а появлению безопасной разработки в лаборатории Касперского. Всегда целью компании и основным направлением было качество продуктов. И если мы говорим о качестве, средства защиты информации, это в первую очередь мы говорим о том, что эти средства защиты должны быть безопасными. Также всегда мы понимали, что необходимо выявлять и устранять уязвимости в продуктах, чем занимались. Так как мы компания международная, мы должны были учитывать лучшие практики, опыт и требования зарубежных регуляторов, стандартов и так далее. Далее у нас появлялись и уже встречались требования регуляторов, в частности в СТЭК России. Мы говорим конкретно о требованиях доверия, которые изменили нашу жизнь, о методике выявления уязвимости НДВ и других документах. Также появился первый вариант стандарта 56-939 в 2016 году, который тоже необходимо было учесть и внедрить в работу. И несмотря на то, что в лаборатории Касперского безопасная разработка была уже задолго до появления первой редакции ГОСТа, некоторые процессы компании все равно пришлось совершенствовать, трансформировать для того, чтобы полностью соответствовать этому стандарту. Что мы делали на своем пути? Изучали международный опыт, это и майкрософтовские СД или другие, изучали ГОСТ, который появился в 2016 году, а далее разрабатывали ряд документов для собственной работы. Это и различные регламенты, это и какие-то инструкции, положения и так далее. В лаборатории очень большое количество продуктов, разрабатываемых все, они находились на разном уровне зрелости. То есть где-то процессы были более зрелые, где-то менее зрелые, но вектор развития, как я говорила, всегда был один, это качество. Поэтому для того, чтобы к единой цели идти всеми продуктами, нам тоже нужны были документы, которым должны были соответствовать все команды разработки. Далее мы проводили аудит с привлечением экспертных организаций. Первый аудит мы провели двумя компаниями. Это была компания «Шелон» разработчик стандарта. Вторая компания была «Синклид», который теперь стал «Фобосом». Для чего мы это делали? В первую очередь для того, чтобы выявить для себя какие-то слабые места, недостатки и векторы развития, продемонстрировать руководству, над чем стоит поработать, что хорошо, что следует доработать. Также оказалось, что это отличная идея. Мы этот аудит начали проводить ежегодно. Это нам давало возможность сделать выводы, что удалось проработать, на чем еще нужно поработать. Также после того, как мы начали внедрять в себя новые какие-то практики и процедуры, мы поняли, что есть достаточно проблематичные места, есть вопросы, какой инструментарий лучше использовать и так далее. Такие практические вопросы. И понимали, что такие вопросы, они есть не только у нас, но и у других наших компаний-коллег. И я провела первое мероприятие «Сертификейшн Дэй» девять лет назад. Вчера состоялось девятое мероприятие, которое было посвящено именно практическим вопросам в области безопасной разработки, в области сертификации, где коллеги могли собраться, обменяться опытом, лучшими практиками, тенденциями развития. На это мероприятие всегда приходят регуляторы. И это была прекрасная возможность в экспертном сообществе обсудить все насущные вопросы. Почему, в принципе, ГОС с 2016 года с нашей точки зрения нуждался в пересмотре? Действующая редакция стандарта была на момент своего создания своевременной. Но предполагала добросовестность организаций, которые внедряли у себя в разработку безопасного программного обеспечения. Также описание мер не имело достаточной конкретизации, позволяющей дать однозначный ответ при оценке о реализации конкретной меры и о качестве ее реализации. Меры не содержали требований к составу и свидетельствам разработчиков. С момента выхода стандарта существенно вырос запрос на безопасность программного обеспечения, как в самих разработчиках эта тенденция все ярче с каждым годом проявляется, так и спрос среди заказчиков, для которых мы все это дело разрабатываем и производим. Что у нас получилось? Набор требований, рекомендаций, методик для разных процессов собственной разработки. Опыт внедрения процессов в разных командах, как я сказала, процессы в них различались, и мы это все пробировали у себя. Понимание слабых мест, нуждающихся в улучшении. Результаты аудита, внедрения процессов в разных команд. При наших ежегодных аудитах я всегда меняла набор продуктов, у нас их много, и, как я говорила, хотелось понять ситуацию по всем, поэтому эти продукты мы и меняли, и пробежали, наверное, большинство из них. И получили материалы, готовые к оформлению в виде документа, который стал первой редакцией нового ГОСТа. Что предлагает лаборатория Касперского в своем ГОСТе, в своем подходе? Задание требований не к мерам, а к процессам, учет собственного опыта разработки, своих практик, своих используемых инструментов. И, естественно, мы учили положение как предыдущей редакции ГОСТа, так и меры с требованием доверия из методики выявления уязвимости НДВ и других сопутствующих ГОСТов. Вартан, возможно, можно подробнее представить свой слайд или не представить сегодня. У нас куча есть взаимосвязанных ГОСТов, которые так или иначе все относятся к безопасной разработке, к отдельным процессам. Их много, все, что есть на текущий момент в утвержденном состоянии, мы постарались учесть. На слайде мы видим предложенный состав мер, что не вошло, но обсуждалось. Критерии принятия решения о реализации процесса. Почему? Потому что это было решено вынести в отдельный ГОСТ по оценке. Этапы разработки новой редакции. Первый раз мы ее представили в ОВСТЕК России в ноябре 2022 года. Далее прорабатывали в техническом комитете, в рабочей группе, выходили на общественное обсуждение. И, как Вартан уже сказал, 10 июня у нас состоялось голосование. И сейчас будет этот ГОСТ далее утверждаться. На слайде мы видим состав рабочей группы. Коллеги провели титанический труд. Мы им очень благодарны за вклад в это общее дело. И будем продолжать работать уже над дальнейшими нашими ГОСТами. В ходе обсуждения мы получили 558 замечаний и предложений от 41 организации. Из них принято 320 замечаний. Распределение замечаний и предложений по разделам. Можно увидеть на слайде, что основное количество замечаний и предложений было к пятому разделу, что логично, потому что он самый сутевой, самый объемный. Также очень много было замечаний и предложений к терминам и определениям. На данном слайде мы видим распределение замечаний и предложений по организациям. Наиболее часто встречающиеся замечания и предложения. Наверное, не буду перечислять. Вот видно, какие приняты. Приняты частично и не приняты. Голосование. В голосовании участвовало 37 организаций. Две из них воздержались, что, в принципе, нас не обидело. 35 организаций проголосовали за то, чтобы ГОСТ был утвержден. 10 июня голосование состоялось. Подход мы непременно для начала опробовали на себе. Опробировали его дважды. В прошлом году опробировали первую редакцию нового ГОСТа. В 2023 году прошли аудит своих процессов в соответствии с первой редакцией. В этом году, в мае месяце, у нас завершился аудит по результатам финальной редакции ГОСТа. Но финальной, с точностью доформулировок, вся сутевая часть уже была утверждена. Где-то какие-то мы еще словами с нами меняли, абзацы. Но к сути это не относится. Поэтому финальный ГОСТ мы опробировали. И можно смело сделать вывод, что все это реально, все это применимо. Проверить это можно, применить у себя можно. Поэтому надеюсь, всем вам будет тоже это полезно и удобно. Особенности проведения аудита в этом году по финальной редакции ГОСТа. Аудиту подвергли мы четыре продукта и команды разработки этих продуктов. Выбирали флагманские самые большие продукты разной направленности. Как антивирус, так и, например, новый наш продукт на базе операционной системы Касперский УС. Проводили аудит специалисты лаборатории ФОБОС. Как я уже сказала, проверялась реализация требований новой редакции в финальном ее виде. И вывод такой, что разработка всех оцененных продуктов соответствует требованиям новой редакции стандарта. Какие у нас дальнейшие шаги в этой активности? Два новых ГОСТа. Это методика оценки и реализации процессов разработки безопасного программного обеспечения. Также руководство по внедрению процессов разработки безопасного программного обеспечения. В ближайшее время мы начнем работать в рабочей группе над методикой оценки, которая будет необходима для дальнейшего применения самого ГОСТа с общими требованиями. И все это будет использоваться при сертификации процессов безопасной разработки. Мы подали заявку на сертификацию процессов. Она в работе. Надеемся, что с 1 июля у нас начинается аудит. Не аудит, сертификация. Извиняюсь. Так что мы считаем, что мы готовы. Здесь я, наверное, не буду останавливаться. Скажу два слова об инструменте, который разработала лаборатория Касперского, который очень, как мне кажется, здесь в тему. Регуляторных обзнаний в области информационной безопасности с ним можно знакомиться по QR-коду. Наш опыт в разработке документов, их изучении, в их применении различных существующих позволил нам сделать вывод о том, что собрать все в кучу и применить для защиты своей информационной системы порой представляется очень объемным и сложным, особенно для маленьких организаций, в которые взяли специалисты по информационной безопасности, сказали, вот защити свою информационную систему. Он сидит с круглыми глазами, ему надо собрать в кучу все документы по своей отрасли, выбрать из них все меры защиты, которым он должен соответствовать и так далее. Это очень трудоемкий труд. Для удобства мы сделали этот инструмент, где собраны все существующие нормативные документы, для удобства их разбили по отраслям, для защиты государственного сектора, для финансов, энергетики и так далее. Эти отрасли расширяются, в родмапе будут появляться новые отрасли. В чем плюс этой истории? Есть удобная система фильтрации, можно от своей задачи выбрать нужный комплект документов, и каждый документ представлен как в общем виде, можно скачать текст целиком, так и краткое содержание, где можно ознакомиться с основным посылом этого документа, с конкретными мерами, которые нужно применить, и также, что немаловажно, соответственностью за неисполнение того или иного, той или иной меры. На этом я скажу, что да, этот инструмент тоже развивается, и в родмапе появляется задача включить как раз национальные отраслевые международные стандарты, нормативные документы по сертификации и по безопасной разработке, и когда ГОС будет утвержден, он, соответственно, тоже сюда обязательно войдет. Также нормативные документы в области лицензирования мы тоже сюда подгрузим в ближайшее время. Спасибо за внимание. Карина, спасибо за такой, как это, ввод в курс дела. Видно, что разработка программного обеспечения это штука очень сложная в силу того, что переплетается и нормативка, и технологии, и процессы. И вот площадка конференции в СД, мне кажется, это очень удачное место, поскольку можно узнать мнение разработчиков операционных систем. Операционная система это, ну, тоже экосистема, которая содержит и некоторых экспертов, которые решают сложнейшие технические задачи, а с другой стороны, они контактируют и с какими-то прикладными разработчиками, которые пишут софт под эти платформы. Ну, и, соответственно, вот с такой позиции я хотел бы перейти, собственно, к диалогу и послушать мнение коллег, насколько готовы, ну, они как разработчики, причем не просто разработчики, а лицензиаты стека, да, к которым это потом все выполнять, насколько они готовы к внедрению вот этого стандарта нового, может быть, уже даже это все внедрили в полном объеме, и насколько соответствует вот этой заданной планке мир вокруг них, который они видят, собственно, разработчики какого-то прикладного ПО, которое, возможно, даже проходит там как-то аттестацию на совместимость. Ну, вот я бы, пожалуй, начал вот с коллеги из Астра, Елена Сергеевна, как бы, что скажете? Вот микрофон, там можно дотянуться, что там с готовностью ваших партнеров? Здравствуйте. Спасибо, конечно, за первое слово. Я думала, что я в основном буду говорить, дополняя коллег, вот, но я говорю первое. Ну, что я хочу сказать? Мы готовы, если говорить конкретно к обновленной редакции стандарта, морально мы готовы. Физически нам, конечно, придется еще доработать ряд регламентов, ряд процессов, возможно, что-то свести в одно, потому что некоторые процессы, я думаю, у многих такая ситуация, когда они фактически выстроены, но в какой-то один стройный документ, который бы еще учитывал все взаимодействие, может быть, как-то и не оформлено. Что хорошо в новом стандарте, о том, что там нет требований к бумажным, скажем так, вот этой вот составляющей, что надо разработать, обязательно, чтобы были какие-то бумаги. Это все регламенты, это все живые документы, которые, ну, не документы, именно процессы, которые сейчас делаются, оформляются целым рядом подразделений, это и департамент сертификации, и департамент анализа безопасности, у нас есть целый отдельный департамент, который проводит исследования операционной системы, ну, и, соответственно, разработчики. Мы тут как-то все, честно говоря, единым фронтом выступаем, и в этом плане стандарт, он даже сближает, как ни странно. Вот, насчет, это что насчет нашей готовности, мы работаем активно, если что-то еще не доделано, в ближайшее время будет доделываться, потому что так же, как и уважаемая лаборатория Касперского, мы планируем подавать заявку в Астек на сертификацию наших процессов, и проходите. По поводу готовности, в принципе, индустрии, я хотела сказать, что мне тяжело говорить о готовности, потому что я считаю, что в индустрии просто нет выбора в текущих ситуациях, и нужно готовиться. Степень подготовки, она действительно может быть разная. У кого-то вообще нет никаких процессов, особенно, да, у разработчиков прикладного или даже системного программного обеспечения. А у кого-то есть это в виде, ну, заказа, условно, да, исследований у внешних организаций, разработки каких-то регламентирующих документов, которые часто лежат на полке. Ну, мне кажется, это тоже неготовность, честно говоря. А есть организации, и они все вот сейчас здесь представлены, и мы входим в это число, которые относятся к этим процессам, как, вы знаете, требования к себе предъявляются. То есть это развитие собственной СНК, развитие своих сотрудников, своей инфраструктуры, своих процессов. Вот такие организации в большей степени готовы. Ответила, не знаю, вопрос, нет? Ну, наверное, да, это уже слушателям судить. Но я со своей стороны хотел бы что-то добавить. Есть очень такая интересная, как бы, я думаю, полезная мысль, да, вот позиция FT, что если при оценке соответствия можно посмотреть на живую систему, собственно, там, открыть, я не знаю, командную строчку, посмотреть конфиг, то лучше смотреть на то, что реально происходит, нежели только читать документы. То есть в первую очередь нужно убедиться, что вот эти все требования, они выполняются на самом деле, как бы, в виде вот тех, автоматизаций, того же CI, что это все работает, данные собираются, есть реакция от разработчиков, которые, ну, не просто посмотрели, а то, ну, окей, там, какие-то крэши во время тестирования, да, нашлись, но и своевременно это все потом исправили. и в таком целом увязанном виде весь процесс как бы в сквозном режиме просматривается, там, от формулирования требований и до выпуска релизом, там, и управления обновлениями. Ну, да, я это имела в виду, это выстраивание процессов, и, честно говоря, новый ГОСТ, он хорош тем, что он гораздо легче читается, на самом деле, чем предыдущий, и он как раз некая такая подсказка разработчикам, как выстроить процессы, что у них должно получиться. Ну, насчет легкости чтения, как это мы тут сами себя хвалим, потому что вы тоже были в составе рабочей группы, давайте все-таки там со временем послушаем, что нам как бы все остальные скажут. Я предлагаю, как это по принципу Ladies First, вот, а не Владимир и меня, дай тоже высказаться. Ну, по поводу ГОСТов, это все хорошо, это все замечательно. Присоединяясь к предыдущему оратору, хочу подчеркнуть, что ГОСТ должен помогать, а не мешать, потому что зачастую мы сталкиваемся с тем, что у нас куча ГОСТов, начинаешь по ним работать и понимаешь, что ты работать просто не можешь. Один противоречит другому. Поэтому, ну, с учетом того, что мы разрабатываем обеспечение для, так сказать, критической отпасли это авиастроение, то мы изначально старались работать безопасно, то есть, есть определенные квалификационные требования 178 по разработке бортового программного обеспечения. Ну, думаю, что нам и данный ГОСТ поможет в определенной степени. Ну, в Авионите, там же вообще отдельный мир своих требований, но вот просматривается, и особенно вот в требованиях европейских регуляторов, что вот традиционный СДЛ стал немножко как-то проникать. Ну, взаимное проникновение, да, то есть, по тем же самым европейским ГОСТам, там ГОСТ, допустим, для автомобилестроения, ГОСТ для авионики, ГОСТ для железных дорог стали агрегироваться и разрабатываться унифицированные ГОСТы. Ну, ГОСТы стандарты, лучшие практики. Спасибо. Так, ну что, давайте тогда микрофон вот сюда вот так вот постепенно, да, будем передавать вот. Здравствуйте, открытая мобильная платформа. Если говорить о нашей компании, то я считаю, что наша компания готова к внедрению нового стандарта. Ну, то есть, я здесь соглашусь, наверное, с Еленой, что готова, это не значит, что у нас там все на 100% работает, мы уже подали заявку, ну, наверное, из таких там единицы, то есть коллеги из Касперского, да, естественно, они разработчики стандарта, вот. Но мы туда идем, и самое главное, что мы понимаем, что эти требования, они своевременны, они описывают лучшие практики мировые, и они должны быть реализованы, вот. Поэтому, да, мы туда идем, мы туда придем, придем уже в ближайшее время. Если говорить за всю индустрию, наверное, не очень правильно, не очень легко сказать, готова ли вся индустрия, но если так немножко подумать, то, наверное, коллеги, которые здесь присутствуют, коллеги, которые разрабатывают отечественные операционные системы, они уже сертифицируют свои решения, у них уже есть безопасная разработка на соответствие текущему ГОСТу, поэтому я считаю, что, наверное, они все наиболее готовы к внедрению нового ГОСТа. Также разработчики, ведущие следующие информации, которые сертифицировали, будут сертифицировать свои решения, они также, естественно, мне кажется, они готовы или будут готовы в ближайшее время. Можно также рассматривать, ну, как бы, наверное, второй аспект индустрии, это не только разработчики, это еще и испытательная лаборатория, это еще органы по сертификации. То есть, готовы ли они? Наверное, они готовы, потому что через них прошло уже много материалов, то есть, они знают, какие процессы в разных компаниях, они видели разные инструменты, они понимают, как этими инструментами пользоваться, какие бывают там способы оформления, доведения информации, то есть, они видят уровень готовности. Вот, но насколько я знаю, сегодня только один орган аккредитован на сертификацию процедуры безопасной разработки, что, наверное, говорит о том, что еще не все органы, может быть, осознали серьезность данного вопроса, но, наверное, это делают в ближайших месяцах. Вот, то есть, в принципе, наверное, как-то так. Добрый день, компания Криптософт. Ну, продолжу говорить об этом госте. Гост действительно нужный, актуальный и полезный, и наша компания очень внимательно к нему относится. Мы также принимали какое-то посильное участие в его разработке, давали предложения. К сожалению, не все из предложенного было принято, но, тем не менее, мы в обязательном порядке. О, а вот, кстати, насчет того, что не было принято. Может, ну, сформулируете? Ну, хорошо, я сформулирую. Как раз вот я хотел. И такой вопрос, я понимаю, как бы, ну, сходу и вбок, ну, вот если вдруг помните, вот с чем вы категорически там были, не согласны или там просто не согласны. Ну, скажем так, это не принципиальные разногласия, которые привели бы к тому, что мы голосовали против. Мы, в целом, поддерживаем Гост, но отдельные моменты, на наш взгляд, кажутся довольно важными. В частности, вопрос обеспечения целостности, конфигурации стороннего исходного кода, который нередко у нас применяется. Хотя в текущей редакции эти моменты покрыты в общем, и разработчики регламентов могут в своих внутренних регламентах эти моменты дополнительно раскрыть, но мне казалось бы, что в общих требованиях также стоило это указать. Ну, в мотивирующей статье по отклонению одного из наших предложений было сказано, что для общей редакции это избыточно. Но для нас и при внедрении этих процессов в наши организации мы, безусловно, будем особое внимание уделять контролю целостности и собственного исходного кода, и стороннего возможного кода, и конфигурации программного обеспечения, которое также применяется и в процессах разработки, и при поставке нашего программного обеспечения. Справедливости ради надо заметить, что вопросы, скажем так, безопасной доставки, они отдельным процессом выделены, защита цепочек поставок тоже выделено, собственно, то, что заезжает к вам извне. То есть рамочно, в принципе, вроде как все обозначено. Может, тогда то... А о чем вы говорите? Вот я не говорю, что рамочно обозначено, но мы хотели отдельно обратить внимание на то, что, ну, вот в частности, в ГОСТе, в текущей формулировке трижды упоминается. Контроль целостности собственного исходного кода, и ни разу не говорится об стороннем исходном коде. Когда говорится о композиционном анализе, там максимум фиксация, так скажем, номеров версий, а не контрольных сумм или чего-то в этом. Подождите, а вы участвовали вот сейчас в обсуждении разрабатываемого стандарта по композиционному анализу? Да, ну, мы сейчас говорим вот про 56... Ну, хорошо, это просто как это в балакноте, да. Да-да-да. Ну, как я уже сказал, рамочно и в текущей формулировке ГОСТа все это есть, и все это покрывается. Просто я хотел бы заострить на это внимание, и мы у себя в организации точно это будем делать. Спасибо. Здравствуйте, компания РОСА. Хотел бы начать с того, что да, ГОСТ действительно читается легко. Видно, что он написан неотворван от реальности. Это очень хорошо, полезно ему. Я думаю, поможет его быстрее внедрить. Переход от сертификации конечного изделия к сертификации процессов представляется очень важным, поскольку сейчас существует такая проблема, что когда используешь несертификанский операционный систем, можешь устанавливать обновления, когда хочешь. Они появляются быстро, можешь поставить. На сертификанских системах зачастую процесс обновления затрудняется, получается, что какая-либо уязвимость оперативно не закрывается. А переход именно к сертификации процесса разработки вместо сертификации конечного изделия, надеюсь, ускорит доставку обновлений до потребителей и повысит реальную безопасность. Компетитационный анализ тоже представляется важным, важным, поскольку сейчас в той же BDU в стеке существует проблема, на мой взгляд, что довольно сложно в ней ориентироваться, скажем так. Если регулятор будет собирать какую-то машинночитаемую информацию о том, что в разных операционных системах применяется компонент какой-то, например, допустим, систем D, и если в BDU будет прослеживаться уязвимости систем D вплоть до именно по систем D, каких операционных системах, какая версия, где закрыта уязвимость, где не закрыта, это, на мой взгляд, сделает BDU гораздо более удобной для использования, потому что сейчас при сертификации довольно своеобразная ситуация, когда сертифирующая лаборатория проверяет уязвимость по открытым источникам, в качестве открытых источников используются базы АНП США, но это довольно странно. Вот, я думаю, BDU, композиционный анализ, его прописанность в госте, его внедрение позволит, скажем так, суверенизировать информацию об уязвимостях, которые сможем мы, как разработчик ОС сами использовать, потому что важно, чтобы BDU было удобно не только для эксплуатантов, но и для разработчиков ОС, чтобы было больше как бы заинтересованности, ее развивать совместными усилиями, поддерживать в максимально актуальном состоянии. Из рисков видится, во-первых, то, что в госте довольно много упоминается планов, там не указываются сроки планирования, но жизненный цикл ПО терцирован, а тем более он длительный, а в наших реалиях, мне кажется, планы долгосрочные, конечно, можно написать, но это будет скорее просто что-то написанное, что вряд ли сбудется. И второй риск, который вижу, это откуда брать экспертов, квалифицированных для сертификации процессов, потому что обычно, как бы, с одной стороны, казалось бы, можно представителям индустрии, тем, кто имеет реально практический опыт работы, как-то входить в какие-то профильные комитеты или в экспертные комитеты, но с другой стороны, у некоторых организаций, кто это сертифицирует, может возникнуть опасение, что, дескать, а зачем мы будем конкурентам показывать нашу сборочницу? Кто-то боится показать сборочницу, кто-то не боится. Мы, например, не боимся, у нас все и так открыто, но есть те, кто боятся. А если этим будут заниматься только люди, которые очень далеки от практики, то мне сложно представить, как они будут действительно квалифицированно вникать в процессы, которые будут показывать, чтобы оценить, правду ли им говорят и как вообще дела на самом деле обстоят. Но в целом, надеюсь, ГОСТ будет внедряться и будет реально использоваться. Спасибо. Ну, вот вы во время своего усказывания говорили много раз «если». Если в стек, если быду, насколько знаю, такие подвижки уже происходят. Сейчас действительно есть некоторые коррезии, связанные с тем, что информация выкладывается об уязвимости применитель, но к конкретному как бы изделию, такой регламент работы. Вот. Но вроде как там уже есть некоторые движения, так, чтобы можно было ошибки в коде, ну, отвязать уже от готовых изделий и что-то там в перспективе такое происходит. Вот. То есть, наверное, не все так плохо там, часть управления ошибок. Но опять-таки, это я тут комментирую как представитель института того, кто... Один из тех, кто вот это вот все наполняет и также сталкивается вот с этой проблемой, потому что, ну, через нас проходит достаточное количество компонент с открытым исходным кодом, библиотек, которые много где используются, и когда мы там случайно вот обнаруживаем что-то и сообщаем коллегам в стек, да, ну, непонятно вот к какому делу вот это вот все можно подшить. Так что, эти все изменения, они уже давно назрели, и я уверен, в ближайшее время мы что-то там увидим. Я представляю базарь СПО. Мы имеем достаточно долгую историю сертификации наших продуктов. Начинали с малого и, в общем, работали с Фобосом, и ГОСТ выглядит для меня практически очень похоже на те процессы, которые у нас уже и так уже сложились при разработке. Мы разрабатываем в основном свободно, используем свободное программное освещение, и получилось так, что у нас большая часть, как у предыдущего оратора, сборочной системы и система анализа лежит в открытом доступе, что можно все видеть на пакетах от Linux.org, можно смотреть за тем, как пакеты собираются, и часть их прохождения, и целостность пакетов проверять. В текущем стандарте достаточно хорошо расписаны модули процессов, которые можно применять, и они в общем достаточно четко прописаны, и мне кажется, это удобно реализовывать. И то, что можно выбрать себе под набор модулей для реализации сертификации, это тоже полезное качество этого ГОСТа. Можно получить целостную модель процессов сертификации программного обеспечения. Вот это мое видение отношения к этому ГОСТу. Сейчас, вот вы говорили отдельные процессы набрать, то есть вы как это воспринимаете как конструктор, да? как сказать, мы же, в принципе, получается как? Мы не можем все если сделать все сразу, у всех ничего не получится. То есть нужно делать хотя бы то есть какие-то куски должны быть сделаны сначала в черне, а потом доделываться, но процесс должен быть наблюдаемым сертификатором. То есть у нас ФОБОС направлял требования к нашим процессам, и поэтому у нас получалось в общем правильные решения с твоей точки зрения. Прошем. Спасибо. Пожалуйста. Так, ну, Иван Ревденевич, да, смотрите, значит, я прочитал проект Гласт, который есть, он действительно хорош в том плане, что его можно прочитать, это уже большой плюс, да, никакой не все Гласты читаемые у нас были. Вот, это хорошо, действительно он описывает хорошие практики, которые в большинстве компаний сложились и у нас тоже. Вот, но фактически, если компания каким-то находится на достаточном уровне зрелости своих процессов разработки, то тогда и нетрудно будет дотянуть их до того, что описано в этом стандарте. Вот, конечно, которые, есть места, которые вызывают вопросы, там, в частности, есть одно тавтологическое определение, но я потом подробнее пришлю, может быть, замечание авторам. Вот, на самом деле, смущает немножко то, что вот все, кто говорит на эту тему, они упоминают два понятия, которые, на мой взгляд, не одно и то же означают, а такое впечатление, что почему-то все считают, в частности, Коренья Олеговна и Бартану, как они это понимают, вот, потому что говорят «безопасная разработка», в частности, в слайдах, которые здесь показывают, звучал термин «безопасная разработка», в то время как официально это называется «разработка безопасного ПО». Но это же явно не одно и то же. Например, одно дело чистые руки, в другое дело мытые руки. Мытые руки, они чистые или нет? ПО, которое разработано в результате безопасной разработки, насколько можно считать безопасным? Нет ли здесь какой подменный понятий? Ну, на самом деле, да. Спасибо за наброс. Вот эта чехарда с терминами, вот, если честно, она доставляет прямо вот реальное неудобство. То есть, это тот самый, как это, камешек в ботинке, который не позволяет бежать с заданной скоростью, хотя, казалось бы, вот, если честно, для меня разница, она, ну, вроде как бы есть, но она не принципиальная. То есть, вот, я для себя представлял так, что, окей, безопасное программное обеспечение это безопасный результат, тогда как про безопасную разработку это именно безопасность процессов, то есть, защита инфраструктуры, управление результатами, вот, то, что связано, как бы, со всем остальным, вроде бы, и должно идти туда, коллеги, но у всех свое об этом представление, особенно, как это в ситуациях, когда некоторый документ где-то наверху пишется, а потом спускается вниз. Ну, вы же это лучше меня, знаете, как это бывает. Особенно, когда документ готовят сугубо юристы, они вот могут слово переставить, а потом, что хочешь, вот с этим то и делай. Ну... Хотели мы утвердить термин, ну, ГОСТ назвать именно безопасной разработкой, потому что мы имели в виду именно, да, сам подход, сами процессы, но так как, как я говорил там в презентации, этот ГОСТ был переплетен с уже другими утвержденными, и там уже был термин про как раз разработку безопасного программного обеспечения, мы уже не стали делать коллизию с названиями, поэтому оставили все как есть. Но заметьте, 25 процессов, и они покрывают как один аспект, так и другой. То есть, в принципе, все объединено вместе, потому что если что-то упустить, ну, результат, он, наверное, несколько пострадает. Поэтому мы как-то говорим одновременно, де-факто, и про безопасный результат, безопасное программное обеспечение, и про безопасность самой разработки, потому что, ну, уязвимость той же инфраструктуры, вот, она приведет к чему? К тому, что пострадает безопасность результата. Да, это, конечно, понятно, и, собственно, по самому ГОСТу видно, что речь идет о процессах, которые помогут, там даже в преамбле написано, что это процессы, которые помогут сделать, снизят вероятность, как не помню точку формулировать, но, короче говоря, по самому ГОСТу понятно, что это ГОСТ на безопасные процессы, вот, но очень часто люди действительно путают, смешивают понятия, и не очень здорово, на мой взгляд, то, что в ГОСТе вот эта путаница получится еще раз зафиксирована, то есть, это была ошибка предыдущего ГОСТа, и ее бы исправить, конечно, потому что получится так, что софт, который будет разрабатываться по безопасным процессам, вот он в какой-то момент, с некоторой вероятностью, опять же, не нулевой, окажется небезопасным, ну, найдут уязвимость конкретную, это же не исключается процессами, вот, и получится, что ГОСТ противоречит сам себе, вот, небезопасное ПО разработано по стандарту разработки безопасного ПО, это же некрасиво. Ну, подождите, то есть, вы хотите сказать, что существуют программы, в которых нет ошибок? Нет, конечно, я этого не говорю на что. Ну, особенно когда кодовая база, там, от 10 миллионов строк кода, ну, и больше. Да, и безопасного ПО тоже не существует, да? Процесс устранения уязвимости, это тоже один из этапов разработки безопасного программного обеспечения, поэтому, даже если в продукте уязвимость появилась, но вендор с этим работает, я считаю, что никакой процесс, да, не нарушен этим ГОСТом и не противоречен. ГОСТ, просто отлично, еще раз, просто отлично. Вот, единственное, что, может быть, я бы добавил название одну букву еще. Букву О. Даже работа относительно безопасного ПО. Ну, тогда видим обидец и те, относительно которого это все будет устраиваться. Разумеется. Да, вот еще одна вещь, которую я еще не успел понять, вот если компания работает по аджайлским процессам, легко ли ей будет тогда соответственно? Готовый ответ. У нас на эту тему, ну, да, во-первых, даже если по бумагам, там, не знаю, водопадная модель, но, опять-таки, кода чуть больше, чем Hello World, то аджайл будет по-любому. Да, на самом деле, ну, внутри. У нас же была целая история в ноябре месяце, когда было, вот, очное собрание, встал представитель Мосбиржи и сказал, говорит, категорически не согласен, у нас аджайл, а тут непонятно что. Говорит, у нас все нарушится, time to market упадет, конкурентность на мировых рынках, ну, поддержать, короче, мы это не можем. А после чего несколько раз мы провели окончательное решение было принято на площадке Банка России, за что им большое спасибо, где все разобрались, что никаких противоречий на самом деле нет. Речь идет о, ну, перечислении какого-то набора процессов, то есть, что нужно делать дополнительно, как конкретно это будет происходить, определяется другими стандартами, отраслевыми требованиями. Собственно, вот эти затраты ресурсные и, собственно, насколько вот этот вот ползунок компромиссом между, там, производительностью программистов и безопасностью, вот куда подвинете, окей, пускай это каждый решает сам, ну, естественно, в лице отраслевых регуляторов. На том мы, в принципе, договорились, и вот уже в апреле тот же самый представитель Мосбиржи встал и как это нас уверенно поддержал. Я считаю, что для сообщества в целом это большая победа, то, что удалось вот так позицию консолидировать. Да, но и в стандарте, например, в стандарте есть обязательно рекомендательное требование на разный уровень. Вот мы сейчас буквально минуту к этому подойдем, как раз, вот следующим образом, ну, следующим вопросом я хотел поднять вот про процессы, про обязательное, рекомендательное, что полезно, что менее полезно, но у нас в момент есть обязательная программа. Вот я хотел бы просто услышать вот от всех коллег, вот сейчас уже дело дошло до Redsoft, по поводу того, вот что с готовностью, там, ваше личное отношение к этому документу. Да, Шапченко, компания Redsoft. Я хотел бы, ну, кратко отметить, что вот Карина Олеговна на одном из слайдов показала, что нынешняя редакция ГОСТ, она гармонизирована уже существующими документами, которые активно применяются в практике, и методика выявления уязвимостей, и требования к уровню доверия. Поэтому те продукты, которые проходили процесс сертификации в СТЭК России, вот в частности наш продукт, то большая часть процессов, она уже, ну, должна была быть внедрена де-факто. Вот, поэтому данный ГОСТ, он лишь закрепит эти процессы, опишет их в иной форме. Ну, для нас тут, ну, нового ничего нет. Спасибо за то, что их привели в порядок все эти процессы. Ну, я думаю, что тут просто вопрос оформления, и вот, как же было тоже отмечено на одном слайде впереди, нас ждет методика проверки. Ну, просто вопрос, как проверить, что это действительно так, и все. В остальном проблем я не вижу. Думаю, что мы достаточно быстро все оформим, и будем наконец. Ну, вот, спасибо. Что касается проблем, не видите, у некоторых, опять-таки, экспертов, тут мнение было другое. Собственно, какую подводку делаю? Когда мы работали над стандартом, вот, с представителями, там, Касперских, там, Дима Шмойлов, Infotex, очень въедетливо тоже в дело погружался. Зачастую это обсуждение выходило, за рамки официальных встреч. Декабрь месяц прошла вот эта вот конференция наша, Esprosopen. Сидим, ну, как это, отмечаем успешное там проведение секции, где-то через час-два разговор пошел, про что, про 56-939. И вот, да, и, значит, мы забились в угол, мне начинают выговаривать, ну, ты вот вообще, вот что делаешь, 24-й процесс, это вообще как? Вот как мы его будем выполнять? Я говорю, спокойно, отхожу к своему месту, достаю вот отсюда распечатку стандарта, и мы как раз Дмитрием Шмойловым, да, с Анастасией Калудиной, ну, садимся и смотрим, как в деталях это вот все можно реализовать. Речь шла о так называемом пост-релизном анализе, который говорил, что вот вы уже выпустили релиз, он даже прошел сертификацию, его используют, но анализ кода нужно продолжать. Все равно в каком-то виде, ну, в обязательном порядке речь идет о композиционном анализе, то, что вы с регулярностью отслеживаете появление информации в открытых источниках, но рекомендуется поменять настройки, усилить настройки, добавить ресурсы, и тот же статический анализ, фазинг, тестирование непрерывно вести, для того, чтобы первыми найти какие-то уязвимости, которые, ну, для серьезных программных продуктов, особенно для операционных систем, я думаю, справедливо, будут искать наши противники. И вот вопрос, кто первый. Процесс действительно тяжелый, он затратный, и мы постарались вот эту гайку закрутить ровно на сток, чтобы оно было выполнимым, потому что, ну, композиционный анализ, ну, вроде бы, можно, это не сильно добавляет издержек. И вот следующим вопросом, который уже как бы, ну, показательная программа, да, вот, кто хочет, вот, у кого наболело, добро пожаловать, по отдельным процессам, вот я хотел бы узнать ваше мнение, вот, что прям совсем полезно, а что вопросы вызывает, какие-то сомнения, что-то может быть, вообще хотелось бы сделать рекомендательным, а не обязательным. А, Карина Олеговна, вот микрофон, можете озвучить. Да, уже все, все хорошо. Ну, окей, тогда давайте, коллег, послушаем, кто первый. Ну, у нас, так как большая часть кода нашей операционной системы зависит на код, у нас свалится просто гигантская задача по его, свалился и всегда сваливается про его сортировки, анализу и на уязвимости. ну, вот, все, все, все методы, которые упомянуты в стандарте. Просто очень большая работа. Ну, что делать, если мы хотим получить безопасную разработку, то приходится с этим как-то лениться. Я думаю, что тут ничего не поделаешь, но нужно просто стараться, чтобы процесс соответствует ГОСТу и всего. Знаете, у нас вот в чате сообщение, что все сидят с очень похоронными лицами, никто не называет стандарты, говорят хорошие слова, там, он был хорошим, он был таким... Потому что тяжело. А вот сейчас вот, ну, что делать? Стас, возьми микрофон. Югонаду, вот, Югонаду. Пожалуйста, все-таки как-то у него бодрее, скажите, там, этот стандарт был прекрасен, когда я писал его... Все нормально, все. Вот, 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 вот так вот мы теряем. Просто тяжело. На самом деле вопрос, вот, да, не забыл, то, что Денис говорит. Вот, на самом деле, в таких продуктах, как дистрибутив, операционная система, действительно, есть огромное количество кодов совершенно различного происхождения. Вот, и может так получить, что применение процессов к разным пакетам, которые у вас есть, они будут, скажем так, разной сложности. Вот, что-то вам, где-то вам будет легко применить процессы, а где-то сложно. И может так получить, что часть продукта, как бы, или часть процессов, например, процессы для части продуктов компании сертифицированы, а для части нет, будет так все вместе. Ну, вы знаете, вопрос, как конкретно правильно сертифицировать процессы, он открытый. Мы сейчас оказались в таком переходном периоде, когда вот этот новый стандарт, понятно, что он уже есть, он будет, но он еще не введен в действие. И формально те сертификации, которые могут поведен с 1 июля, как для Касперских, там, где-нибудь с 15 сентября, я очень надеюсь, и для Астра, когда дело стартует, вот, а формально это будет по 16-му. По факту, вот как нам покажут, мы постараемся максимально отразить те, как бы, изменения и новшества, которые уже вот подошли, они готовы, и их можно, как бы, ну, зафиксировать, описать, как бы внести протокол, но формально это будет либо да, либо нет, то есть, вот, соответствие, либо несоответствие ГАСТу еще старому. И, на мой взгляд, вот эти вот, там, полгода, там, или даже больше, это критическое время, за которое мы должны наработать ту самую правоприменительную практику, чтобы дальше, вот, после того, как мы с лидерами отрасли это вот все пройдем, мы могли сформулировать правильные критерии для всего остального для тех же процессов, как это все можно оценить. И оценка их, иначе, видно, должна происходить применительно к каким-то программным продуктам, ну, к некоторому гнезду, ну, к тому, что имеют сильные пересечения в кодовой базе, в части, там, продуктовой логики разрабатывается одной командой. Ну, действительно, это может быть несколько продуктов, но они вот как-то должны, ну, естественным образом быть собой увязаны, и на их примере все можно будет как раз посмотреть и оценить. Да, там хотят высказаться, я вижу. Да, без похоронного лица. Но, если мне не изменяет память, приказ в ТЭК-России о сертификации процессов безопасной разработки, он сейчас в явном виде устанавливает проверки сертифицированных, да, для разработчиков именно СЗИ. То есть, ну, для меня, например, очевидно, что сейчас, если придет проверка, она будет проверять те сертифицированные средства, которые есть у разработчика. При этом, ну, мне так кажется, но при этом стоит сказать, что вот эти процессы, почему они хороши? Потому что они выстраиваются в предприятии. Это не речь о каком-то конкретном уже продукте. Это, в принципе, качество, менеджмент качества и процессы, которые строятся в предприятии. У нас, например, сейчас под эти процессы подтягиваются все. Я не могу каким-то командам сказать, вы вот так работаете, а вы там, ну, как работаете, так работаете. И вне зависимости от состава проверяемых продуктов, внедрение настоящего стандарта, оно, ну, на всю организацию оказывает влияние. А проверяться, скорее всего, будут, по моему мнению, сертифицированные продукты. Пускай пока так говорит. Ну, действительно так. Хотя вот, окей, давайте поспорим. Ну, вот в части, скажем так, задействованных ресурсов, ну, не могут все продукты иметь одинаковый приоритет. Да, насчет приоритета, действительно, очень верное замечание. Конечно, в приоритете продукты, которые сертифицированы. Но тут стоит отметить, что эти продукты более зрелые. И, например, для каких-то новых продуктов исследования проводят, ну, например, только мы и у меня в департаменте. А, например, та же операционная система исследования кода начинается уже на этапе разработки. Поэтому, да, конечно, мы выставляем приоритет, но это не значит, что в других продуктах ничего не происходит. Ну, выглядит так, что разработчик иметь свободу самостоятельно предложить, например, чего он хочет это показать. Он тем самым может претендовать на максимальную для него планку по уровню зрелости. То есть, очевидно, как бы остальное при определенных вложениях будет соответствовать этой планке или там, ну, не сильно вниз уходить. Да, на это весь расчет. Есть надежда. Да, но мы как бы не забываем, что вот так, как бы конфетка, которую нам приготовили коллегии с Avstack, это возможность самостоятельно потом проводить изменения в сертифицируемом программном обеспечении, в уведомительном порядке отправлять материалы как бы в Avstack и все. Но все-таки это предполагает, что материалы с каждым, как бы там, месяц, самый годом будут становиться все более машиночитаемыми, так, чтобы можно было потом проводить качественную выборочную проверку того, что все-таки делают без такого досмотра со стороны. И если там начинается халтура, чтобы ее можно было как-то, ну, выявить, указать и наказать. Значит, смотрите, коллеги, тут я так вижу в первом ряду уже некоторое время тянут руку на... Сейчас мы спешим, спешим. Я предлагаю добавить больше диалога вот в наш этот круглый стол. Раз уж собрались, давайте поговорим. Собственно, диалогу и надо начать, иначе опять ситуация началась написала безумную бумажку, ознакомьтесь, да. Спасибо. Синелик Евгений, Базальт и СПО. Вот, обсуждая ГОСТ, я чувствую некий конфликт интересов. С одной стороны, вот мой коллега уже указывал, что мы в основном заимствованный ГОД используем, и, соответственно, рассматривая разные пункты в ГОСТе, я чувствую такую вот вещь, что представим себе потребителя программной обеспечения вроде Firefox, браузера. Вот процессы вот в этой сфере, они при этом уже никак не регламентированы, и самое главное, язык, на котором все высказано в ГОСТе, он оторван, отчужден от всей этой сферы комьюнити, той части разработчиков, которые не владеют, не эксперты в этой сфере. Я, как бы, предчувствую такую историю, что любой комьюнити-проект приходит представитель уважаемых компаний и говорит, ну, вы же небезопасные. А он ему ответит вообще нечего. Он, как бы, может быть, он будет и более безопасен. Вообще, в некоторых комьюнити-проектах гораздо более жесткие есть требования и условия по разработке, чем те, которые есть и пытаются как бы как-то включить свою работу компании там, пыжатся, пытаются как-то организовать, да? А он не владеет этим языком, он не даже не сможет отречить. Безопасный язык это особый такой. Я понимаю. Вот я высказываю риск от стороны комьюнити, да, не как представитель компании, а как представитель вот этой группы людей, которые занимаются разработкой, наверное... Так, пойди дальше. Почему вообще сам процесс разработки стандарта не открытый? Почему пишется какой-то опять PDF без ссылок написанной канцелеритом? на русском гитхабе. Кстати говоря, было неплохо. Да, и тогда вот эти юристы переставили два слова и все сломалось. Ну так, это как раз все отслеживается. Каждый там перестановка слова будет поправка, будет известно, кто сделал, почему. И я бы еще continuous integration включил, чтобы не растить постоянно читала. Еще один момент. Это не дополняться. Не между свесок. Прямо не оригинален. Гост аз и код это была первая мысль, когда мы собрали рабочую группу. И почему она пропала? Куда делается? А вот мы не нашли общую площадку, где можно... Не нашли общую площадку. Боже мой. Понятное дело. Давайте просто возьмем и решим сейчас какую-нибудь площадку и наконец-то покажем. А дальше начнем писать законы и тогда будет просто взлет в будущее. Коллеги, очень простой момент. Мне кажется, что то, что вы сейчас привели пример, когда вы вспоминали трактовку отдельных пунктов. Но вообще говоря, если эксперты, даже встречаясь в кулуарах, вынуждены тратить кучу времени на трактовку деталей и вообще понять, а что же там нужно сделать для того, чтобы это соответствовать ему. Представьте себе рядового разработчика, который в принципе способен, да, воспринять. Но из-за этого языка ему это воспринять очень тяжело будет. Вот я бы, наверное, такой риск применения таких стандартов зафиксировал. Может быть, эта тема будет интересна всем. Ну, что хочу сказать. Вызов принят. Вот то, что вы сейчас формулируете, ну, означает, что мы лучше. Но как это можно подтвердить? Это же, так сказать, применение ГАСТа это возможность ненасильственно кого-то убедить в том, что вы действительно это делаете и ваши усилия по безопасности, они, ну, в каком-то объеме достаточно, и вы действительно их выполняете. Поэтому, с одной стороны, я как бы не вижу тут каких-то противоречий, да, потому что, ну, сообщество вот тоже, вот вы говорите, собственно, там, Firefox, многие практики, да есть, что там, многие, почти вот все, которые касаются анализа кода, они откуда взялись? Они же не с Луны свалились. То есть, вот, из таких вот сообществ это было все, ну, набрано, сформировано. То есть, это ваши же практики, которые вы просто взяли и упорядочили. Причем, тут можно написать документ какой-нибудь на Вики, методические указания в помощь разработчику, how to, для, how to, для, для простого разработчика, чтобы его работа могла быть инкорпорирована в процессы ГОСТа. я бы предлагал обсудить, как вообще это может произойти вот в ближайшем будущем, и это видится абсолютно реально, поскольку он, на самом деле, ну, так и будет. Скорее всего, если тот ГОСТ, который будет принят, и поэтому надо будет следовать всем разработчикам, кто хочет, чтобы что-то внедрялось, будет сделан у каждого крупного разработчика отдела, который будет просто показывать, что все именно так. Работа будет идти по-другому, если она будет не соответствовать того, что в ГОСТе. Там будет специально вестись как-то разработка, но внешне, для всех проверяющих, для всего остального будет сделано так, чтобы просто это виделось. Как этого избежать можно было бы? Зачем? А в целом, ГОСТ сейчас соответствует реальности. Чтобы это было что-то соответствовать. Представиться, просто чтобы было понятно. Раскорнивов Артем, Гаут-центр сообразования Москвы. Как я вижу, можно было бы это сделать так, чтобы оно все работало само. Такой пример есть. Даже лицензия КПЛ, все разработчики, они хотят ее использовать. Те, кто хочет, чтобы их программное обеспечение было свободно, это тот документ, не которому сопротивляется, говорит, вот опять какие-то там эти канцелярищицы, ну, какую-то сделали. Они говорят, вот ГПЛ, это круто, я хочу вот именно так разрабатывать. Вот если сообщество разработчиков разработает тоже этот ГОСТ, не канцелярищина, а вот в сообществе это делается, то прийти к такому документу, где ГОСТ, и сами разработчики будут говорить, я вот хочу работать по этому ГОСТу, мне нравится разрабатывать именно так, как там написано. Потому что это соответствие даст возможность этому продукту, то я думаю, что мы вопрос какого-то такого отковтирательства мы решили. Это ГОСТ описали разработчики, может нас расстрою? Нет, это общее рассуждение, я не говорю конкретно это, я говорю общее рассуждение, когда вот Жень, например, поднимает вопрос, что там могут быть за проблемы. Вот если будет ГОСТ именно выглядеть так, что любой разработчик хотеть будет по этому ГОСТу работать, так же как разработчики хотят использовать лицензию КПЛ. Проблема, Артем, большая проблема в том, что ни один разработчик практически не будет хотеть проводить какой-нибудь фазинг-тестирование своего поделия. Хотеть он его никогда не будет. Будет, будет. Хотят, но... Ко мне обращаются многие разработчики, пожалуйста, внешне совершенно, пожалуйста, проведите фазинг-тестирование, пожалуйста, проведите статически-тестирование, погоните мою программу. Я хочу узнать результаты. Полностью согласен. Тут лично. Бондарев Антон, я вот хочу сразу на вопросы. Я не там сижу, а здесь, но я частично читал ГОСТ. Он действительно читаемый, он действительно со стороны разработчика, и с моей точки зрения он во многом отражает те процессы, которые приняты уже в сообществах. Я как раз вот хочу. Так что спасибо. Спасибо. За эту работу. Смотрите, вот был вопрос, вот есть сообщество, там есть правило. А потом, как же нам дополнительные процессы внедрить вот для какого-то конкретного разработчика. Я как член сообщества прекрасно знаю, что в сообществе есть правило. Если у нас, например, должно пройти, ваш код должен пройти там какой-то фазинг, ну, он просто процесс, он у вас пройдет, вы не сможете pull request протащить через это. Извините, изучайте процессы, которые приняты в сообществе. Все. Если вот было предложение, что нам не хватает дописать каких-то там конкретных криптовсов, насколько я помню, сказал, что вот мы бы хотели еще внедрить у себя такое, ну, пожалуйста, их разработчики должны проходить такие там проверки. Ну, не знаю, это принято внутри. О чем режет по поводу GPL, ну, это вообще не процесс разработки, а как раз канцелярщина. но это абсолютно не важно. По поводу то, что зачем нам навязывать сообществу, никто не навязывает гост, навязывает компаниям, которые хотят показать, что, например, государство хочет, вот, покажите, что у вас ваши хорошие процессы, что мы можем доверять вашему софту. в GPL прямо написано, мы, если вы взяли сами, разработали, все, это не наша проблема, что вы там что-то сломали, вы неправильно его используете. Соответственно, здесь разные, гост об одном, а сообщество о другом. То есть, но в госте описаны те процессы, которые на самом деле приняты у нас в разработке. Спасибо. Причем совершенно верно, что они описаны в минимально достаточном ключе, и каждый разработчик вправе расширять это, добавлять в свои процессы что-то новое, и делать свой продукт настолько безопасным, насколько только позволит его фантазия. Мы говорим про минимум необходимых. Коллеги, вот короткая ремарка, когда у нас были вот эти премии с финтехом, нам сказали, гост невыполним, мы его не можем применять в таком объеме, ну, слишком сложно. Контур-аргумент, я говорю, вы его уже применяете. Вот, давайте откроем и посмотрим, а что вы не делаете? Стат анализ вы делаете? Делаем. У вас нету кода стайла там для единообразного оформления, там, патчей коммитов? Есть. И вот мы в итоге не смогли найти то, чего они действительно не делают. Вопросы возникают тогда, опять-таки, когда начинаются обязательства по привлечению ресурсов. Свой код, чужой код, ответственность, появляются как бы open-source компоненты, за которые нужно отвечать и тратить человека часы на разбор того, что делается. Но вот эта часть, это уже требование того или иного регулятора, который должен установить, в каких объемах это все должно происходить. У стека это будет одно, у Банка России другое, а там у Россетей третье. Это, ну, неизбежность. Но сама идея, она, ну, нам кажется, как бы здравый и рабочий, потому что даже вот в сообществе, вот если копнуть, я опять-таки готов поспорить, что вот эти вот все процессы так или иначе реализованы. Вопрос как? Разрешите еще добавить вот как раз к тему последних вопросов. Вот финальной версии документа, как раз вот по предложению регулятора основного нашего, сказано, что необходимо отойти от формулировок требующих изданий бумажных документов с подписями и перейти к электронным документам, чтобы именно в том числе и привести к сообществу, сделать ближе, сделать возможным описать эти регламенты в неформальном виде для того, чтобы проще было с ними работать. Да, рамок никаких нет. Каждая организация сама решит. Хочет она стопку документов. Никто опять же не говорит, что ее не может быть. Удобно в электронном виде? Да, пожалуйста. Главное, чтобы это можно было проверить, найти, и исторически это там хранилось, все знали, где посмотреть. В итоге мы пришли к тому, что должен быть с подписью и печатью один-единственный документ, который как бы говорит, что там гендиректор как бы в курсе происходящего, и как бы вот все, что реализуется вот этими ресурсами, оснащено, а все остальное, пожалуйста, электронные документы. В качестве свидетельств реализации можно просто показывать вот эти вот работающие системы с логами, там, какими-то собранными данными. этого будет достаточно. Жень, Жень, ну тут человек ждет, а ты вот ледешь. Да, давайте мы дадим слово уже с микрофоном. Лебедева Таисия, Уральский центр системы безопасности. Во-первых, огромное спасибо за разработку стандарта, огромный титанический труд собрать особенно все эти правки, в том числе организационный труд. У меня два вопроса. В одной из итераций проекта ГОСТа по безопасной разработке были упомянуты критерии оценки, как в иностранных практиках, там, ДОСОМ, еще с какими-то фреймборками. Будут ли уровни зрелости в будущей методике оценки? Это первый вопрос. И второй вопрос. Для интеграторов и аудиторов, которые помогают компаниям по новому ГОСТу пересмотреть свои процессы, будет ли какое-то сертифицирование, подтверждающее, что при аудите и отследовании аудитор действительно проводил оценку по разработанному стандарту? Значит, отвечаю на первый вопрос. В методике оценки будут уровни зрелости. Да, как только мы согласуем с регулятором и потом будем обсуждать уже в рабочей группе критерии метрики, документ появится. Также мы его и в рабочей группе проработаемый на общественное мнение, мы его выставим, процедура будет ровно такая же, сообщество сможет поучаствовать. Второй вопрос, он был очень длинный, я запуталась. Я единственное, что могу сказать, что будет точно аттестация экспертов, которые будут проводить сертификацию. И в СТЭК России это уже как бы везде сообщает. В конце года, насколько я помню, появится данная аттестация. И с 1 марта, по-моему, да, уже... Аттестация экспертов, экспертных лабораторий и органов по сертификации. Идет разработка вопросов, как бы делают это коллеги, которые тут вообще тут, ну, не представлены, ну, не суть. Но главное, что будут вопросы. Насколько я знаю, по каждой области аккредитации будет порядок статиоретических вопросов, которые нужно будет пройти за два с чем-то часа и решить счетом дополнительно, за дополнительное время и две практические задачи, чтобы подтвердить. Ну, в общем, план... А вот такие вопросы, между прочим, надо писать в процессе разработки стандарта. И каждый раз там еще остальные участники должны через этот процесс проходить. Одни пишут, одни проходят. Если видно, что уровень падает, значит... Ну, работа, вот деятельность рабочей группы, это непрерывное тестирование друг друга, как бы на компетенцию, устойчивость... Более формально, да. Вот. Соответственно, тот, кто уже ниже уровня, он выпадает там с группами. Так, так никого не останется. Да. Тогда новое сообщество подходит. У нас же этот самый... Так. Ну, я давно обещал, все-таки... Да. Пожалуйста. Все получится, только будет, пожалуйста, кратко и по делу. Я хочу рассказать, что среди стандарта, Липаев, который работал в институте системного программирования и использовался практически на военно-промышленном комплексе, позволил создать много хороших программ и систем, которые обеспечивают, основываются на защите, безопасности и так далее. Были созданы программы для космоса и управления космическими исследованиями, для военно-морского флота, для военно-промышленного комплекса, когда было более сотни устройств сделаны, которые работали и обеспечивали независимую работу всех наших... Ну, пожалуйста, к стандарту поближе. И так далее. И вот этот, как раз, этот стандарт работал и работает до сих пор. И его пытаются заменить новым, но никто не смотрит. Речь идет про 15408 стандарт, я так понимаю. Я считаю, что этот стандарт работал и будет работать. Хорошо. Это по стандартам 15408, видимо, имеется в виду. Это по стандартам. Это система на основе этого стандарта. Наша страна занимает ведущее место среди других стран мира. По космосу. Мы занимаем первое место в мире по созданию космоса и так далее. Космос надо создавать. Он сам себе не создаст. Надо заниматься постоянно. Системно. По нашему стандарту, который мы сейчас здесь обсуждаем. Видимо, я имел в виду стандарт 15408, что надо не забывать о старом работающем стандарте 15408, который позволял создавать космос, и он создал достаточно космоса, чтобы его использовать нам сейчас, потомкам. Давайте. Все, отлично. Мы учли стандарт. Мы не забудем этот. Старый стандарт не забудем. Не надо столкнуть с этой темой вопрос. Вот у нас есть куча стандартных практически стандартных открытых гемплиотек. Вот это же LLB. Это гигантская кодовая база. И вот, как я вижу, по стандарту получается, что каждый их работающий КОС вынужден ее сам как-то описывать, фантартизовывать. Вот там вот стандарт есть как-то называется средства разработки, которые можно использовать безопасно. Они вынуждены перед долго написать, что LLB будет использоваться безопасно, как-то по-своему это отчитаться, и более того, после этого вести плохой юбиную поддержку, сосредоточить уязвимости и сами эти уязвимости опубликовать, каждый по отдельности. Не совсем так, потому что средства разработки, они, ну, это средства разработки. То, что вы описали, относится к тому, что разработано с помощью средств разработок. Сейчас недавно появился ГОСТ на доверенный компилятор, но это тоже не совсем то. Но LLB пока что, и, надеюсь, в будущем не придется тщательно исследовать. Вот мне как раз вопрос. А то, отвечает за то, что это необходимо исследовать для безопасности, что это необходимо? Поверхность атаки выясняется, и то, что продукты есть, то должно быть исследовано. Огромные продукты, в принципе, можно исследовать в складчину то, что многие продукты, такие как QEM, например, уже сейчас обрабатываются в Community вместе. Я тоже вижу это так, что должен быть некий консорциум, который предоставлял безопасные разработки и безопасные стандартные библиотеки. Вот тут же практически все это делает. Подождите, а как же мы? Только не предоставлять безопасные библиотеки, а консорциум, который уже существует по виду Linux, они предоставляют отработанные методики, скрипты и прочее для проведения исследований. Именно так себя презентируют. Это правильно, потому что такого, чтобы всем дали одинаковый галебцы и его использовали, такое невозможно. Консорциумы, они должны заниматься исследованием складчину, но у каждого все равно будет свой форк с теми или иными отличиями. Но тем не менее, если компания небольшая, ей все равно необходимо оттуда взять относительно небольшой инструмент, чтобы она могла отрезать ну, давайте я тогда по инструментам отвечу, как уполномоченное лицо в каком-то смысле. Вы, вот наш компилятор GCC, который мы разработали, вы в курсе? Отлично. Он в исходниках распространяется. Более того, мы даже помогаем отдельным компаниям смерджить их патчи с нашими патчами так, чтобы получился работающий инструмент. На этой конференции, если не ошибаюсь, вчера докладывал вот мой коллега, я сам вчера вот у Касперских рассказывал, появился компилятор со схожим функционалом на базе как бы LLVM, то есть есть и кланк с такими изменениями безопасности, как бы, ну, дела идут, и есть инструменты, которыми уже можно пользоваться. У регулятора нет никаких требований по обязательному применению такого рода инструментов. Есть, есть, есть обязательно, нет, смотрите, есть рекомендация, да, что система сборки должна быть безопасной. То есть если вы при прочих равных можете у себя такую штуку внедрить, это лучше, чем если вы этого не делаете. Так, вы спрашиваете регулятора, ну, тут регулятор вот есть, но не дошли они, вот, увы. Ну, то есть в стандарте-то это описано, что что-то должно быть, а получается, что на практике этого нет. Госдело добровольное. Ну, дело добровольное, но это, извините, достаточно важный софт под этот господин. Опять-таки хочу вас успокоить, смотрите, вот следующий стандарт, который ляжет, как бы, в основу проведения вот этой сертификации, он опять-таки берется не с потолка, его же не регулятор выдает. И в сообществе, ну, как вас, в том числе, у тебя работают. То есть те, кто тут в сети ряд, непосредственно повлияют на то, какие требования в части, там, оценки соответствия потом появятся. И я думаю, что все будут стараться, чтобы, как бы, требования, они были реализуемы. Ну, кратко насчет компилятора, я что-то не помню, чтобы опубликовали исходники полностью. А вот у меня по продолжению истории... Подождите, но где же у вас есть, вы попросили, вы получили. А, это называется открытый. Я просто подумал, открытый, это когда-то не опубликован. Любой, кто попросит, получит. Там есть условия, не думаю, что это стоит обсуждать, но там, как бы, все не так открыто, мне кажется, как это представляется. Может быть, я не прав, может быть, отдельно посмотрим. Ну, возможно, у нас расходятся представления об открытости. Об открытости, да. Что это написать, это обсудить? Значит, хочу вернуться к стандарту. Значит, смотрите, как я себя представляю из той идеи, которую я пытался высказать. По определению, с введения подобного рода вещей, как доверенные системы, безопасные, в стандартах закрепленные, все, что сделает комьюнити, оказывается недоверенным, небезопасным. И это изначально проговаривается, на самом деле, из уст тех компаний, которые хотят свои продукты представить, как, ну, они действительно ими занимаются, они пытаются в этом плане критиковать. в целом, все комьюнити вот этими методами и средствами регуляторными выводится за рамку, ну, какую-то вот право на действие вообще. То есть, мы берем любой продукт из интернета, как это раньше вчера было, да, и выясняется, что ты же небезопасный, ты же недоверенный. И самое главное, что у тебя нету возможности эту печать генерального директора поставить, потому что у тебя нет субъекта, который бы тебя представлял. Тогда нужно комьюнити, каждой из команды, как бы, она представляла, чтобы она могла сертифицироваться или там провести какой-то аудит своих процессов. Вот здесь, как вы на это смотрите? Ну, мне кажется, что тот и другие могут вначале ответить. У меня прям ответ. У меня тут тоже ответы есть, но поскольку, как это у нас широкий круг участников, может быть, комьюнити с самого вначале ответят. Можно? Да. Вот, смотрите, мы же комьюнити рассматриваем как что, как работающие, например, на госструктуре и критический сектор, а общий комьюнити оно и для дома игрушки пишет. И кто пишет для дома игрушки, ему не нужно это все, оно работает. Это не правда. Комьюнити пишет не только игрушки, оно пишет и системные вещи. Нет, ну вот системная вещь для дома игрушки мы пишем. Дом игрушки будет работать, ему не нужен гос, ему не нужно шифровать, ничего, оно будет работать, оно не полезет, оно не полезет туда. Поэтому большинство комьюнити не будет. Тот же Яндекс не полезет в это во все, он будет работать. Зачем ему это все? Он на карте метро маршрут проложить не может, но он работает, ладно. Ваши документы. Но конкретный пример. Кто пострадает? То есть комьюнити... Жень, повторюсь. Комьюнити — прекрасные люди, но для государства нужен человек, которого, грубо говоря, можно послодить или расстрелять. Кто будет ответственным? Кто поставит печать? Комьюнити, если оно просто чем-то занимается, мы же не можем... Вот Firefox. Прекрасно. Базальт СПО берет и включает его, Firefox, в свои продукты. Это прекрасно. Но когда он включен в ваши продукты, в Базальт СПО, и тем более это сертифицированная операционная система, которая подразумевает поддержку для госструктур, то вы отслеживаете, находите ресурсы, отслеживаете это, и вы за это отвечаете. То есть здесь простой подход к комьюнити — это прекрасно, но кто-то должен представить комьюнити. За бендер микрооперационной системы, за то, что ему сидеть. Его расстреляют. Отлично. Никто не отменял бунту? Товарищи, Доро и другие. Да, вот ему. Бунту не отменяли, но, допустим, тот, кто писал программу, может взять ее и убрать из доступа, например. И тогда мы должны будем все равно оказывать ей поддержку. Мы должны будем искать программистов или искать замену до этой программы в следующих релизах. Но мы должны будем принимать это решение, а не тот, кто писал эту программу. Тут, наверное, вообще вопрос... Вообще говоря, спасибо ему большое, он написал эту программу один раз. И больше вообще-то он ничего не должен. Но это, на самом деле, важная вещь. Самая опасность большая — это именно вендерлок и угроза от того, что вендер куда-то девается. А все остальное — это дикие мелочи. Разрешите добавить, вот как раз вот по этому моменту. Хотелось бы отметить, что, во-первых, комьюнити, оно не монолитно, а при написании того же самого LVM принимают участие разные команды. И даже читая исходные коды отдельных подсистем LVM, видно, что одна часть не понимает, как работает другая и оставляет комментарий, что вот этот вот блок написан компанией Microsoft в соответствии с внутренним документом, как он работает, вообще никто не понимает. Это вот прямой текст, прямой перевод того, что там есть. Соответственно, кто-то в конечном итоге должен взять на себя ответственность, проверить корректность реализации вот этого взаимодействия. И это и комьюнити точно не сделает. Это должен какой-то поставщик взять на себя ответственность, провести сертификацию и выпустить продукт, которым уже можно будет пользоваться безопасно. Если удастся доказать именно корректность реализации и безопасность конечного продукта. А побольше эффектов для комьюнити являются патчи, которые лучше улучшают продукты создателей? Вы извините, но комьюнити это нечто безответственное. Да. И оно имеет право быть таким. Давайте не обладать. Скажем так, вопросы технической компетенции, технологической зрелости, и вопросы ответственности. Но вы понимаете, что как только вы начинаете одно заменять другим, ну как раз... Да, возникает тот самый Нет уж, вот когда корпорацию сделал, изгопарировал, членов перечислил, от его общества, если вы делегировали, ты можешь говорить. Все остальное это демагогическая манипуляция, меньшинство, классическое. Ты поднялся, что протаскиваешь, прикрываешь комьюнити. Подумай об этом, стыд тебе. Стас, я думал, ты скажешь, что комьюнити это она, а корпорация это он. Я сказал, что консорциум занимается инструментарием грубря и документированием, но не подготовкой версий. Я, честно говоря, там так вот совсем край мух слышал, но удивился, потому что я так понял, что когда начинали с ядра, то целевым продуктом была именно подготовка версии, которая вычитана, и от которой вендоры могут отталкиваться и работать. И вообще говоря, я не помню, кому на прошлой, может позапрошлой конференции говорил, по-моему, все-таки на ушко, что мне кажется, что распространить эту практику в первую очередь на глибс смысл очень большой есть, потому что сейчас что у нас обстоит? Разработчики софта, разработчики драйверов, они ходят и вынуждены собираться более-менее под каждую операционку отдельно. Им это геморрой, головняк, с учетом того, что сейчас еще куча, как и в случае со школьным линуксом, жадных дураков, которые не понимают, что такое разработка и сопровождение операционки, ломарки за боком. Я без названия компании имен в данном случае, просто как бы отфиксирую, что когда был школьный проект, то были 2-3 компании, которые могли и делали, и показывали, и куча людей, которые бабло, бабло, потом сами попали. Подождите, мы тут собрались на все по другому. Да, возвращайся к библиотекам. Заоблок надо это самое. Спасибо. Возвращаясь к библиотекам, мне кажется, что если в рамках, мне как-то наивному между разработкой и сопровождением тех, кто к нам обращается, ко мне конкретно по Эльбрусу, по драйверам, по прикладному ПО, если мы сможем обеспечить больший уровень бинарной совместимости, и, кстати, здесь очень большая надежда на ESP, у которых там многолетние наработки по части анализа IP и IB, то мы этим, как разработчики и поставщики операционных систем, дистрибутивов Linux в основном, окажем большую услугу и своим коллегам, которые разрабатывают сторонний софт, и своим пользователям. Предлагаю, призываю над этим тоже поразместить. Там, Миша, речь идет скорее не о некой референсной ветке, возможно. То есть, допустим, ядра, допустим, но, допустим, ядро это может быть по какой-то специфичной платформе, и нужно откуда-то брать патчи. Вот центр компетенции, они стараются по возможности просто обстримить все. Это правильно. Если у любого компонента будет какая-то референсная ветка, пускай это полезно, но вот я помню, когда был OSD, и, по-моему, два года назад, что ли, когда обсуждали вот этот центр компетенции, только появлялся, кто-то тут на сцене говорил, или на стуле, не помню, говорил, что, фантазировал, что, ох, круто, у нас будет ОБИ совместиму ядер от разных операционных систем, но это очевидно, ну, ты же сам понимаешь, эта фантазия абсолютно нереализуемая. Вот на уровне user space ОБИ он, в принципе, так совместим в основных библиотехах. Вот когда только, вот как в Альте, например, Галебцы, какой-то там символ версионирован нестандартно, там ОБИ едет, но это редко очень используем символ, в целом никому не мешает. А, то есть, мы с тобой тоже, как-то обсуждали русский ЛСБ возродить и прочее, но не видно в этом какой-то прям большой необходимости, на мой взгляд, потому что там, где нужно, ОБИ он более-менее и так совместим, на неком приемлемом уровне. Полностью он совместим не будет. Извините, что я вас прерываю, мне кажется, получился какой-то бенефис альтов, которые продолжают свои интересные технические споры как раз вот по управлению альпозиторием. Совсем не правда. Да. Немножко, так сказать, в сторону от того, что мы тут попытались вначале обсудить. Ну, если честно, у меня была заготовлена такая, как на вишенка на торт, уже как бы под конец связанная с тем же самым репозиторием, и она как раз, эта вишенка относилась к вопросу разделения ответственности, полномочий, да, поскольку как бы вот болезненный вопрос, где кончается свой код и начинается чужой, а вы его все равно должны проверять. И вот разработчики операционок, те, кто держит репозитория, вашими репозиториями потом пользуются как некоторой базой для того, чтобы сказать, смотрите, у меня там вся система собрана, скомпенсирована, вот я тут и как бы взял, оно сертификацию прошло. Вот как вы вот это необозримое хозяйство пакетов планируете развивать в соответствии с требованиям вот этого стандарта, и что потом мы будем видеть на сертификации вот тех же процессов? Как бы я предлагаю... Бартан, короче, можешь реформулировать весь вопрос? Заготовка, я понял, готовил долго, но я уже потерялся несколько раз, вместо переполнился, я упал, выкинул. Окей, ты упал, а вот коллеги может не упали, они с сидят. Они на одной волне моментально общаетесь, вы одного консорциума. А тут обычные люди, вот приформулирую для тех, кто трансляция, что ты хотел спросить-то? Как на полном объеме будем проверки проводить для того, что у нас выходит за пределы ядра и тащится потом как, ну, некоторый такой, ну, компонент доверия? Я вижу, что Вартан смотрит прямо на меня, когда задает этот вопрос. Ну, на самом деле наша операционная система сертифицирована, да, как и операционная система коллег. Мы работаем не только же по стандарту, а по требованиям доверия, по методике, где есть такие понятия, как поверхность атаки, относительно которой проводятся все самые такие серьезные, глубокие и страшные исследования. Вот, что касается остального кода, ну, во-первых, для нас нет чужого кода, все, что мы берем к себе в состав установочного диска, как минимум, это наш код, мы его не разделяем на самописанный, не самописанный, мы все проверяем. Что касается других репозиториев, расширенный, да, например, есть репозиторий, вы про него тоже спрашиваете? Или мы же не будем углубляться? Как хотите. Но, на самом деле, вне зависимости от того, входят ли пакеты в так называемый основной репозиторий, который находится на установочном диске, или в расширенный, который доступен, мы никакие предсобранные пакеты не забираем, мы все собираем из исходников, мы проводим ряд анализа, может быть, не такой глубокий, как для кода до поверхности атаки, но не может быть а точно не такой глубокий. Но, тем не менее, мы его собираем из исходников, мы его проверяем на уязвимости как минимум по открытым источникам, обязательно проводим антивирусные проверки. Для ряда пакетов, которые являются важными для наших заказчиков, как системный пол, мы проводим еще дополнительные проверки, но в целом стараемся проверять все, только разница в глубине проверок, скажем так. Я бы сказал, что здесь важно методически правильно определить, вот, допустим, у нас есть седро операционной системы, все, что происходит в операционной системе сводится к системным вызовам. У нас есть компоненты в юзерспейсе, например, в браузер хромиум, у которого только в жатом виде исходники весят несколько гигабайтов текста. В разжатом там, по-моему, за 10 гигабайтов они весят. Естественно, мы их собираем полностью исходников, мы их даже патчем, при необходимости мы у них разбираемся, когда нужно патчи написать, такая возникает необходимость, по крайней мере, у нас. Но возникает вопрос, если мы начнем очень глубоко копать, то мы по-хорошему подпишемся, получается, по сути дела, подпишемся под анализом, тщательным анализом за этих десятков гигабайтов исходных текстов одного браузера. Но это, к сожалению, даже если мы объединим усилие в консорциум, это малореалистично. Но нам, если посмотреть с какой стороны, в целом без особой разницы, скорее всего, что происходит внутри браузера. Если мы уверены, что защищаемая информация не войдет в браузер, когда не нужно, когда нужно, не выйдет. А вот входом-выходом заведует, ну если очень грубо, системные вызовы. Или, например, та же Гарибция в той или иной мере. Поэтому, мне кажется, здесь важно методически как-то правильнее подходить к тому, что именно мы будем копать и для чего. Потому что все вскопать мы вряд ли сможем. Девянин Петр, группа Astra. Поддержу коллег. В общем-то, понятно, что ГОСТ очень хороший, важный, что процессы разработки безопасного ПО важны. Но, естественно, как уже здесь неоднократно упоминалось, этим все не ограничивается. И, действительно, если применять процессы, мы не можем гарантировать того, что там не будет в продуктах ни одной ошибки. И понятно, что помимо этого в информационной безопасности есть много чего еще другого. И если мы говорим о таких больших продуктах, операционной системе, СОБД, с десятками миллионов строк кода, где заимствуется громадный объем, то, конечно, возникает, если только вот руководствоваться процессами безопасной разработки, диалектическое противоречие. С одной стороны, вроде как десятки миллионов строк, что с ними делать? С другой стороны, вот делать что-то надо. И получается, либо мерить в среднем по больнице, вроде плохо, результат будет так себе. И поэтому возникает, вот как сегодня в дискуссии, соблазн, то переложить на кого-то ответственность, там, соответственно, там, на комьюнити или переложить ответственность, либо на какой-нибудь там центр компетенции и так далее. Но давайте все-таки вернемся к тому, что действительно есть и много чего другое. Например, если вы разрабатываете собственные механизмы защиты, которые понижают риски эксплуатации уязвимости вот в этих гигантских объемах кода заимствованы, то это выход из ситуации. Если, я не говорю, что не надо после этого весь код проверять, но это выход ситуации и внятное объяснение, почему продукт становится после этого безопасным и доверенным. Если нарушитель может проэксплуатировать уязвимость систем, ну, например, захватить права рута, что в обычной ситуации означает злом системы и все, дальше говорить не о чем, но оказывается, что этот рут бесправен и он работает на каком-то там нулевом уровне целостности, если мы говорим о мандатном контроле целостности, то это архитектурный подход безопасности, который применяется вместе с технологиями разработки безопасного ППО. И это выход из ситуации объяснение того, где место РБПО, где место всех других технологий. Спасибо. А в стандарте, кстати, написано, что там вот такие трюки могут считаться безопасными, даже если возглавали, но это не считается там типа понарушка. Я просто читал, ну, стандартам совсем о другом. А зря. И стандартов должны следовать ответы на такие вопросы. Вот они следуют, вот РБП, интерпретируют вашу тору, которую вы написали. Ну, подожди, стандарт, это не догма, это руководство действию. Ну, вот действие. Вот такой трюк проходит, астру взломали, они говорят, а это у нас там на любом уровне целостности. Ну, вот, типа, у нас тут еще два. Очевидно, что даже если вы разделяете разные приложения и не даете там лазить одному в другому, могут быть просто нарушения, так сказать, функциональной устойчивости за счет того, что само приложение, работая в безопасности дефункционирования, будучи неправильно там написанным, какой-то момент берет и ломается. От этой угрозы астру же не защищает, в принципе, среда функционирования не в состоянии такого защитить. И в комплексе, когда вы все соберете из там сотен, там, я не знаю, тысяч каких-то компонентов и библиотек готовые решения, ну, да, среда функционирования устойчива, а все в целом оказывается... То есть, как обычно, в тесте Астра опять не платит, он идет жаловаться на Хабр, вот твои тирады, это все оправдывается. Окей, хорошо. Ну, тут я комментировать, очевидно, не буду уже ровным счетом ничего. Хорошо, у меня вопрос. У меня не вопрос, у меня, наверное, вариант ответа на вопрос Вартана. По поводу того, как мы будем все это дело разгребать, все эти десятки тысяч пакетов. Есть опыт, который показывает, что у обстримов, то есть комьюнити, разрабатывающих свободное ПО, тоже разный уровень технической зрелости, в том числе и в применении практик РППО. Ну, например, наверное, многим известно, что в Кубере есть встроенный фазинг-тест к CICD, а в других проектах нету ни фазинга, ни статики, да, и одним из векторов, мне кажется, нужно повышать уровень технической зрелости upstream. То есть, был у нас прецедент, когда мы предложили помощь внедрением фазинг-тестирования, и разработчики, в принципе, согласны на это. Они сами не знают об этом, им, у них нет на это сил, но если мы, условно говоря, свои разработанные обвязки будем upstream, то они согласны. Ну, что, можно, наверное, такой итог приветствовать, когда кто-то что-то хочет делать, и находит компетентную поддержку. Если бы хотя бы там доля процента вот из всех этих фазинг-тестов и сертификаций, которые проходят, хоть как-то доходили до upstream, а то, конечно, все отчитались, и мы нашли 5 миллиардов уязвимостей, тут еще 600 миллиардов это технический писатель, написали, что эти 5 миллиардов уязвимостей не относятся к этому, а выглопа как бы нулевой, в upstream не изменилось ничего. Вот если хотя бы вот прям один был бы зафиксен, было бы в бесконечный раз полезней для безопасности. А почему вы считаете, что не фиксится то, что вы находите? Ну, я в таком процессе как-то давно участвую. Это правило хорошего тона обстримить то, что ты нашел. Правило хорошего тона, да. Мне кажется, коллеги все это делают, мы это делаем точно. Да, да, да. Да, как раз хочу поддержать коллегу, собственно, да, спасибо. Они как раз нам немного файзинга добавили. И могу сказать, не потому что не знают, а у комьюнити просто нет ресурсов. Это вот к вопросу о том, где ГОСТ. ГОСТ подразумевает наличие ресурсов, ну, просто денежных, по крайней мере. То есть платить разработчикам, как бы они должны сидеть и внедрять свои вещи. И, соответственно, вот возвращаясь к тому комьюнити, Убунту привели, но Убунта это коммерческая организация. Над ней стоит коммерческая организация, которая берет деньги и оказывает поддержку. Вы можете скачать бесплатно, пожалуйста. Но все равно это будет вопрос. ГОСТ можно внедрять только если у тебя есть ресурсы. И, соответственно, для чего ты их внедряешь? Насчет ресурсов по безопасности. Борис Крунев, Артем, ГАУ-центр, связанное с образованием. Есть, мы сейчас связаны с проектом как раз вот то, что называется убийцы там гитхаб, как обычно, если заголовками новостей говорить. Это мосхаб. И там сейчас как раз внедряются такие вещи, как проверка кода. Ну, практически вся вот эта безопасность, о которой говорится, без вложения ресурсов. То есть, если вы отправили код туда, то это можно будет просто подключить, и это все будет бесплатно проверено без каких-то дополнительных вложений. И, в принципе, можно даже заказать такую проверку перед сборкой, перед публикацией, что, в общем-то, плюс, и можно попробовать такими вещами воспользоваться. А что вы можете проверить, там, не знаю, про сборку, процесс сборки? Ну, просто тупо поискать по кашам и найти возможность об этом должен уже сообщить разработчик. То есть, в принципе, мосхаб, он работает с разработчиками. Но, опять же, я не представитель мосхаба, я просто знаю, как они с этим работают. а что там? Просто сайт какой-то есть где-то рабочий мотоподключатель вы насильно проверяете, кстати, потом, не знаю, что-то ищите в кашах этих пайлов вычитаете пакеты. Это сейчас только делается как раз вот с той целью то, что я услышал разработчик. Ну, ты не знаешь, рекламируется, я пытаюсь, что ты рекламируешь. А то опять это звучит очень классно, там, проверяем на безопасность. Нет, это не рекламируется, когда счет продается. Да, ресурсы вкладывают другие, но это вот так как это государственная организация, то получается, в это вкладывают государство для развития IT. И раз разработчиков ресурсов нет, они могут воспользоваться государственным сервисом для того, чтобы сделать вот эту проверку. Хорошо, Мария, тогда вопрос. Вот сидят представители, как правильно сказать, авионики, вот у вас же тоже используется много open source. Вот, например, взять у них что-то и у себя использовать как что-то доверенное. Это вообще реально? Что? Первый вопрос. Если он может нам доверен, он является государственным сервисом. Ну, государственный сервис, он государственный сервис. Какой государственный сервис верифицирован, сертифицирован, проверен на те же самые закладки? Ну, я думаю, что он должен все проходить, все эти вещи. А должен то быть, это очень большой у нас бывает, очень большой шаг. Ну, на этот вопрос, конечно, вам сейчас не отвечу, потому что я этого не знаю, но вы можете об этом узнать, и я думаю, что все сертификаты и все, что нужно, этот сервис получит. И это обязательно будет сделано. Потому что он позиционируется именно как помощь в развитии для тех разработчиков, у которых нет ресурсов. Я вот триггерился как раз на отсутствие ресурсов, потому что именно это сейчас и делается. Это является поддержкой государства. Это не реклама, вот как сказал, это именно поддержка. Со стороны юридической говорит, надо просто смотреть, читать и изучать. Поэтому так просто сказать, может или не может, это очень сложно. Ну, как информация, как информация. Потому что вот такого рода площадные сейчас пытаются создавать. Не только Moschub, вот есть Ditverse, вот и один, что-то такое происходит. Нет, если бы кокрулировать начали вот таким образом, почему нет? Есть очевидная проблема. Вот какая-то корпорация крупная, которая выступает в качестве такого, ну, системного интегратора, получает поток программных компонент, которые теперь, получается, должны как бы быть безопасными. Ну, видимо, как раз в разрезе вот этого гастатор хотя бы что-то должно показываться. Как весь вот этот open source можно, ну, гарантированно считать, ну, безопасным? Вот та же самая идея доверенного репозитория, про которую, ну, я уже, наверное, года два слышу на разных площадках. А мечтаю десятки лет уже привод. Давно уже по поводу доверенных репозиторий входили идеи, да. Можно вопрос как раз в эту тему? Роман Самоков, компания RedSoft. И, собственно, вопрос, а как стандарт смотрит вот на подобные инструменты, как внешние сервисы проверки, как-то это будет? Вот, аттестация, сертификация. Компания проводит анализ, но вот такими вот средствами. Это допускается или она должна в замкнутом контуре иметь собственные средства проверки для процессов предусмотренных ГОСТов? Вот именно к ГОСТу давайте вернемся. И вот такой вопрос. Да, хорошая попытка все вернуть в правильное русло. Смотрите, помимо того, что сейчас обсуждалось, общих требований есть же еще технологические стандарты. К сожалению, их не так много, но де-факто два ГОСТа, то есть общие требования к анализу и к безопасному компилятору. Но если взять эти документы, то, очевидно, можно такого рода проверки добровольно взять и провести. Тут я никаких противоречий не вижу. Даже общие положения, они вполне в добровольном порядке. То есть, когда мы получим некоторый чек-лист проверочный, любая организация будет в состоянии примерить на себя так, чтобы потом понимать, нужна сертификация процессов. Нет, смотрите, сертификация процесса нужна. Компании надо сертификат. Но появляются, вот, допустим, различного рода сервисы внешние, которые говорят, вам не надо ничего внедрять, вы к нам там пушки, мы вам все проверим, отчет пришлем. Вот это пойдет в зачет организованного процесса и примется сертификаторами или нет. Надо, надо собственные инструменты у себя внедрять, администрировать. То есть, сервисы, в принципе, могут быть удобными, они снимут много этих вопросов. И компании, в принципе, могли бы ими пользоваться. Вот. Можно я скажу? Мне кажется, это мало чего даст. Ну вот, вы нашли список уязвимостей. Вам же все это нужно будет закрыть, проанализировать внутри своего собственного продукта. Это все ясно? Это не ясно, это дорого. Это дорого, гораздо закрытие уязвимостей на системе. Вопрос не про то, как с этим быть дальше. Вопрос про то, как на это смотрит ГОСТ. Он это примет в зачет и выдаст сертификат безопасной компании, которая, что у компании организованный безопасный процесс или не выдаст. Вот простой вопрос. Интересно, Ну то есть, это СДЛ как услуга, СДЛ... Да, 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 да. Очевидно, там противоречи никаких... Часть из стандарта быть аутсоршена в другое, в другое бизнес... То есть, процессы, процессы... Ну как-то, не организовывать процессы, а, например, арендовать какие-то процессы где-то. Ну вот такая вот вещь. То есть, создается новый бизнес, кема Вика? Да, 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 да. Идея для стартапа, пожалуйста. бизнес-бизнес по файсинку. Мосхаб продолжаем... Допустим, какая компания, которая занимается чисто файсинком. Профессиональный. Идея на самом деле далеко не новая. Я знаю, что ряд ведущих компаний отечественных действительно пытаются такого рода проекты развивать. Противоречий со стандартом их нету. То есть, если посмотреть букву стандарта, там нигде не написано, что это нужно проводить все на своей инфраструктуре в закрытом середине. Бизнес возможен. Забираем. Конечно. Но вы заметьте, там сразу будет куча и технологических вопросов, и организационных... Ну вот... Не, ну понятно, понятно. Тем более, сейчас еще все это внедряется. То есть, это все ясно. Хорошо. Ответили на вопросы, ну и может быть, маленький комментарий по поводу ответственности, там, огромных репозиторий в куче миллионов, миллиардов строчек кода. Ну мне кажется, что компании, особенно агрегирующие в своих каких-то продуктах и наработке многих там комьюнити, ну наверное, правильно будет рассуждать о том, что они должны помогать. Помогать этим сообществам, которые собирают какие-то пакеты, они входят в какие-то репозитории. Но за все, ну нельзя отвечать за все абсолютно. Поэтому я вот поддержу Михаила Израсли о том, что есть критические вещи, есть функции безопасности, поверхности атаки, модели угроз. Наверное, туда надо основной фокус, конечно, делать. Ну а уж доверять или не доверять какой-то поделки там из гитхаба, которую кто-то попросил или в экстре репозитории в каком-нибудь лежит, ну это уже, наверное, все-таки дело пользователей. Им можно помочь, им можно что-то проверить, подсказать ошибки. Ну исправлять, например, они должны уже, наверное, тоже сами. То есть, ну вендор не может исправлять все, особенно если это коллективный собранный продукт. Подсказать им, что есть ошибки, их надо править, можно. Вот. Отвечать надо за какие-то конкретные там взятые обязательства, но отвечать там за каждую строчку кода составного продукта. Ну, это утопия на самом деле. Но можно помогать, стремиться развиваться, но все-таки глаза не закрывать и голову в песок не надо прятать. Вот. На это надо смотреть здраво и понимать, что ты берешь, откуда, и кто за это отвечает. Вот я бы, кстати, Иван очень, букву О хотел добавить, вот только не относительно безопасного, а может быть еще ответственно безопасного. То есть, безопасность всегда предоставляет ответственность. То есть, если есть безопасность, должна быть ответственность. Ну, вы знаете, это звучит как заключительное слово. Прям, пожалуйста. Да, тут коллеги уже, намекают, что у нас тайминг почти подошел к концу, поэтому вы меня уж извините, действительно будем закругляться. Пользуясь случаем, я бы хотел дать некоторый анонс, поскольку у нас в следующие 6 месяцев будут идти очень такие интенсивные пилотные сертификации. Я думаю, на Espress Open в декабре можно будет собраться и подвести как бы некоторый первый итог тех сертификаций процессов, которые мы будем проводить. И среди них точно будут операционные системы. Вот. Так что, коллеги, спасибо всем, кто сегодня тут собрался. Надеюсь, не было скучно и сидящим вот здесь, и сидящим в зале, и каждый в результате вынес для себя что-нибудь полезное. Спасибо. Спасибо.